Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. У многих в это время, на сегодняшний день, уже подросла рассада, колосица, и многие начинающие огородники задумываются над тем, чем бы ее подкормить. Хотят помочь рассаде, хотят сделать ее еще более толстой, более крупной. И поэтому все последние дни я снимаю видео, ну и видео уроки, и просто видео советы, случаи своей жизни по поводу подкормок рассады. Хочу напомнить, о чем я говорила в предыдущих видео, что в большинстве случаев подкормка юной рассаде не нужна совсем. Если внешний вид не вызывает у вас никаких опасений, если вы видите, что она стоит зеленая такая, упругая, толстенькая, вы не видите никаких симптомов голодания растений, значит им всего хватает. И обычно до появления одного-двух настоящих листьев посевы томатов подкармливать не рекомендуется, им просто ничего не нужно. Они очень маленькие, все берут из грунта. И в предыдущих видео я рассказывала, что если вы провели посевы в питательный грунт, во время пикировки заменили его на новый грунт, если еще добавили немного органики, то скорее всего подкормка вашей рассаде не понадобится до самой высадки в грунт. Вот я не подкармливаю, потому что я грунт каждый раз новый, я вот посеяла в один грунт, потом при пикировке заменила его на свежий, добавила золы, и я не подкармливаю, только опрыскивание. Опять же, когда я снимала видео, чем подкормить рассаду, я рассказывала о том, что удобрения бывают разные. Это мы уже сейчас будем разговаривать о тех случаях, когда вы все-таки увидели, что не нравится во внешний вид рассады, и все-таки решили подкормить немного свою рассаду. Я вот уже мельком, краем так проходилась по этой теме, рассказывала, что удобрения бывают минеральные и органические, разделяются на комплексные и однокомпонентные, и о том, что рассаду на раннем сроке чаще всего подкармливают именно комплексными удобрениями, то есть содержащими и азот, и фосфор, и калий. Их называют НПК. Вот здесь вот есть, могу вам показать. Вот три буковки НПК. Вот они маленькие, НПК. По первым буквам химических элементов Н, азот, П, фосфор, К, калий. Все, вот это называется азотно-фосфорные калийные удобрения. Однокомпонентные – это удобрения, содержащие один основной макроэлемент. Вот, например, видите, тут написано одна буква Н, только азот. Это вот однокомпонентные. Есть они обогащенные гуматом, с добавками в виде микроэлементов, но все равно это не комплексные, а однокомпонентные удобрения, и их нужно различать. Вы должны уметь определять, какой вид удобрений вам нужен сейчас для рассады, какой вид удобрений нужен будет весной, какой летом и осенью. Вот, например, раз уж мы взялись за этот карбамид. Вот, карбамид гуматизированный, он содержит азот, гумат и микроэлементы. Об этом вот здесь, на обратной стороне написано. Азот, гумат и микроэлементы. Но в его составе нет ни фосфора, ни калия. Я вам показывала, на пачке написано, где значок Н, азот. Такие удобрения не рекомендуется выбирать для первой подкормки рассады. Я уже рассказывала, что если вы выберете азот и будете подкармливать азотом, то рассада может перерасти, будет жирование рассады. Она будет у вас здоровая, толстая, зеленая, но будет мало плодов. А вот азофоска, которую я первоначально показывала, ну вот как или нитроамофоска она называется, на пачке которой написано НПК, вот эти буковки, она содержит все три необходимых нам макроэлемента и может быть использована в качестве первой подкормки для рассады. На пачке написано, комплексное минеральное удобрение обогащено гуматом калия. Если мы посмотрим состав, то увидим, что все элементы здесь содержатся в равных долях. Это именно то, что нужно для первой подкормки. При выборе удобрения мы должны избегать комплексных составов с высоким содержанием азота. Вы можете где-то найти не однокомпонентный, а комплексный также азот, фосфор и калий. Но там, где азот будет превышать содержание калия и фосфора, таких удобрений нужно избегать. Как я уже говорила, все о том же, что может произойти жирование рассады, это приведет к дальнейшему ослаблению растений и понижению плодообразования. В результате вы высадите в грунт красивое зеленое растение с большой зеленой массой и будет минимальное количество плодов. Урожайность снижается, растение ослабевает. Вот такое удобрение, вот такое удобрение, как азофоска, можно применять для первой подкормки рассады. Но все-таки, если у вас есть возможность, вот это вот отодвигаю я сейчас, если у вас есть возможность, выберите другие удобрения. Ведь наилучшим вариантом комплексного удобрения для молодой рассады все-таки являются жидкие гуминовые удобрения. Именно жидкие, они очень удобны в применении, достаточно растворить необходимое количество средств в воде и можно сразу же приступать к поливу и опрыскиванию. А вот эти сухие вам придется растворять, размешивать, долго ждать, когда она разойдется. Вот на сегодняшний день торговые сети предлагают нам огромное количество таких удобрений, вот таких вот жидких, гуминовых. Вы, когда зайдете в магазин, у вас глаза разбегутся. Это может быть и, сейчас расскажу вам, вот начиная, и простые вот биогумус просто, гумат калия, гумат универсал, написано для рассады, это специально для рассады, гуми Кузнецова, в мат натрия. Конечно, всяческие агриколы, идеал, вот идеал, и даже такие вот, некоторые, может быть, даже не знают о таких, как заслон. Это тоже комплексное удобрение, там на обороте тоже написано азот, фосфор, калий, гуминовые кислоты. Именно вот на таких жидких, гуминовых удобрениях, нужно остановиться при выборе первой подкормки. Ну вот, они немножко дороже, чем сухие, я вам сейчас по цене примерно скажу. Вот у нас на сегодняшний день стоимость одного флакона гуми Кузнецова, пол-литрового, 500 миллиграмм, 63 рубля. Это вот знаменито, я потом о нем позже расскажу, это вот прославленный препарат, который очень популярный, многие его знают, но и простые гуминовые, вот биогумус, они тоже в стоимости не уступают, вот просто биогумус, 250 миллилитров, вот такой стоит 35 рублей, это значит, если пол-литра посчитать, тоже 70 рублей. Но если у вас будет, например, выбор, или вот такой всем известный, или вот такой простой, по одинаковой стоимости купить, то я вот всегда делаю в пользу уже известных марок, которые уже как зарекомендовали, имеют свой хороший имидж, я покупаю их. Так, еще для сравнения, вот, например, сухое удобрение, вот которое я вот это вот Азофоска, оно стоит 68 рублей, но здесь вес 1 килограмм, конечно, его хватит намного больше, и как считается, что жидкие, все-таки гуминовые удобрения, они подороже в цене, а сухие, они немножко подешевле. Ну и, конечно, самый дорогой среди них всех, это вот Агрикола, он 250-граммовый флакон, стоит так же, как пол-литровый гуми, а пол-литровый он будет стоить примерно 160 рублей. Но вот здесь они идеально собраны, тут в равных дозах азот, фосфор и калий, для первой подкормки это вообще идеально, и тут написано еще плюс гумат, плюс все, но вот этот комплекс, это полностью сбалансированный, хорошо усваиваемый растениями, очень хороший. но выбрать можно любое. Позже вот про каждое вот это средство я буду снимать отдельный видеоролик, потому что вы понимаете, что у них, хотя они все жидкие, все гуминовые, все комплексные, у них разные составы и разные действия, не только разная цена. Я буду рассказывать о каждом из них, а вы потом будете сами выбирать, какое средство выбрать для подкормок, но все вот эти комплексные удобрения и сухие, и жидкие, можно использовать для первой подкормки, то есть для подкормок молодой рассады. Главное, что знать, это соблюдайте основное правило подкормки, лучше не докормить, чем перекормить, поэтому, если внешний вид рассады вот так вот, у вас не вызывает никаких опасений, можно и не подкармливать, делайте просто профилактические, поддерживающие такие подкормки, ну, как поливы, вот с этими средствами, с жидкими, комплексными, но разводите половину количества концентрата, который указан в инструкции, так вы не навредите, но ваши томаты получат все необходимое. Еще раз повторю, если нет особой нужды подкормками, не увлекайтесь. Иногда бывает, что передозировка подкормки может привести к гибели рассады. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас я постараюсь два-три вот таких отдельных удобрения описать подробно и рассказать, в каких случаях их нужно применять. Желаю всем хороших всходов и урожая!